Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер, меня зовут Вилли. Итак, я решил сегодня сделать первую установку своей новой палатки от Big Agnes Tiger Wall 2. Это двухместная палатка, которая весит 765 грамм, сделанная из дайнимы. В общем, хотел я, думал, сначала испытать ее в поле и сделать небольшой обзор, но решил все-таки не ждать. Ну, во-первых, самому интересно вообще, как она будет стоять, прежде чем выезжать куда-то в поле. Поэтому предлагаю вашему вниманию сейчас, ну, скажем так, небольшой мини-обзорчик, что ли. Сейчас я ее установлю и покажу, что почем. Музыка Как вы могли заметить, палатка собирается очень быстро и легко, то есть намного проще даже, чем та вот, которая у меня была предыдущая, с трекинговой палкой одноместной. Давайте я сейчас покажу вообще со всех сторон палатку, ну и потом залезем внутрь и там обсудим. Ну, как вы можете видеть, палатка выглядит вполне как полноценная двухместная палатка. На первый взгляд может показаться, что материал очень прозрачный, но за счет того, что там плотная сетка, то есть то, что она двуслойная, естественно, просвечивать насквозь там ничего не должно. А так, в целом, классно. Ну, давайте сейчас залезем внутрь и посмотрим, что же, как же там внутри. Вот тут. Так, сейчас попробую одной рукой открыть. Опс. Вы знаете, одной рукой идет прям вот легко, удобно. Дальше у нас идет вот здесь сетка. Так, давайте я сейчас еще раз все открою и залезу. Итак, друзья, я залез в палатку. Знаете, я вам скажу, это совсем другое дело по сравнению с тем, что у меня было. Это реально полноценная двухместная палатка. Ну, вдвоем тут, конечно, будет все равно так в притирочку, но одному, для одного человека эта палатка прям вообще бомба. Для двоих я бы все-таки брал бы трехместную. Там есть еще трехместная версия этой же палатки. Мне кажется, для двоих она будет оптимальна. Ну, а так, если, конечно, в тесноте, да не в обиде, если вдвоем. Но для одного это, ребята, шик. Так, давайте я сейчас тут как-нибудь сеточку эту прикручу. Так, покажу вам сейчас тамбур, какой здесь большой. В общем, здесь есть два здоровых, ну, относительно здоровых тамбура. То есть в одном можно, скажем, складировать все свои вещи. Рюкзак, шлем, экипировку. А в другом тамбуре, вот, поставить можно обувь и разложить какую-то кухню. Сделать. То есть для одного человека это вообще прям идеальнейший вариант. Преимущество данной палатки в том, что она 100% водонепроницаемая. И не впитывает в себя влагу вообще. Дальше. Давайте покажу вам вот еще что. Карманы. Здесь вот есть такой карман. Можно положить, допустим, мобильный телефон. С этой же стороны есть точно такой же кармашек. И здесь еще наверху есть вот такой карман. Туда-сюда можно тоже ложить какие-то вещи. Также можно ложить телефон. Вот, знаете, вот даже есть, видите, такие дырочки под наушники, что можно было наушнички вывести и лежа слушать музыку. То есть мелочь приятна. То есть я сюда, наверное, буду класть пауэрбанк и заряжать здесь все свои девайсы. Очень удобно. Дальше. Так, что вам еще показать? Что касается вот этой сетки, она очень плотная. Я ее пробовал продувать ртом, но она дуется, но с усилием. Поэтому даже если будет сильный ветер, она все равно будет его останавливать. Так. Ну, в общем, мне нравится. В целом, друзья, я очень доволен этой покупкой. Смотрите, я могу полноценно сидеть здесь. То есть у меня еще над головой, да, очень много места, то есть по ширине. Я, вот, ребята, это прямо сейчас, качество моих поездок, оно должно увеличиться в разы. Вот с этой палаткой. Здесь можно полноценно даже провести какую-то дневочку. Если там будет погода нелетная или еще что-то, можно будет забрыться где-нибудь. И даже здесь готовить еду, отдохнуть, почитать. Да даже просто, мне кажется, восстановить силой. Это очень классно. Что касается вот этого материала, дайнимовского, да, то на первый взгляд он выглядит немножко несерьезным. Как, знаете, как какая-то полиэтиленовая пленка. Но на самом деле это очень прочная ткань. Из нее изготавливают паруса для спортивных яхт. То есть, представляете, какие нагрузки они должны выдерживать. Так, давайте еще разок. Я сейчас все в кучу. Сколько эта палатка весит? Ну, в общем, еще раз. Палатка весит 765 грамм. То есть это целиком со всеми палками, со всеми колышками. Но есть возможность сэкономить еще 100 грамм, если докупить титановые колышки. Я находил колышки массой в 1 грамм. Ну, они тоже стоят немножко денег. Но, согласитесь, 9 колышков вот этой палатки, если я сейчас не ошибаюсь, 9, кажется. Масса, общая масса у них 100 грамм. Соответственно, если заменить 9 колышков по 1 грамму, можно 90 грамм еще редуцировать. Это очень приятно. Ну, я пока этого делать не собираюсь. Она мне и так кажется, ну, весит не сильно много. Может быть, когда-нибудь я заменю колышки. Но эти колышки, которые здесь, они, в принципе, меня устраивают. Они такие надежные. Эта палатка, она как бы не совсем самостоящая. Минимум 2 оттяжки нужно всегда делать вот с передних концов, так скажем. Но все равно. Даже если чисто вот гипотетически предстоит где-то какая-то скала, и там не за что оттянуть, можно даже забить на эти оттяжки, она все равно будет стоять. Естественно, у нее там геометрия немножко потеряется, но она один хрен будет стоять и никуда не денется. Так что это все мелочи, я считаю. Еще раз, ребята, есть такая же палатка от Big Agnes Tiger Wall 2. Есть из классических материалов. Это просиликоненный нейлон. Тоже очень легкая. Масса у нее там что-то килограмм или килограмм сто. Сейчас точно не помню. Стоит она в два раза дешевле, чем вот эта. Соответственно, я сначала ее хотел взять. Но я когда не знал еще, что есть такая. А потом, когда наткнулся, что есть еще карбоновая версия. Но тут я давно уже заглядывался на Дайниму. Как-то хотелось, чесалось в стороны Zipax, смотрел. Но у них, опять же, однослойные палатки. И на трекинговых палках. А мне этого как бы не хотелось. Соответственно, когда вот я узнал, что есть такая палатка, я думаю, все, надо брать, надо брать. Это реально инвестиция в себя любимого. Так скажем. На улице у нас сейчас такой легенький бриз, такой легенький ветерок. Здесь, в палатке, внутри я вообще ничего не ощущаю. То есть, как бы ветром. Здесь свежо. То есть, я не задыхаюсь, мне не душно, как в парнике. Но при этом какого-то ветерка я здесь не чувствую. Потому что, еще раз говорю, это внутренняя палатка. Она достаточно такие плотная. По установке устанавливается вообще легко, прям быстро, цак-цак-цак. Мне прям понравилось. У меня есть еще одна такая аналогичная палатка, тоже двухместная. Такого же формата, как эта, тоже хабовая. Та тоже ставится быстро, но та тяжелая, два с половиной килограмма. Конечно, если с кофрами ехать, то да, то можно закинуть в кофры. Но опять же, ты слишком далеко потом от мотоцикла, со всем этим багажом не подтащишься. А тут у тебя все компактненько, в рюкзачечке. Всегда слез с мотоцикла, чехлом накрыл и попер куда-нибудь в лес. Больше шансов найти какое-то красивое место. Так, еще, ребята, очень важно, что эта палатка двухслойная. Вот прям архиважная. Вот я сейчас сижу с вами, тут болтаю. Чувствую себя здесь очень даже уютно. Из-за того, что у нее стены почти отвесные, местности здесь, кажется, реально очень много. Здесь можно комфортно отдыхать, кушать, в тамбуре готовить еду. Вообще, палатка, пацаны, я в восторге. По сути, мне сейчас осталось только дождаться этот мой коврик. То есть, коврик, пока там у меня рекламация идет, я все-таки заказал себе в другом магазине сейчас этот терморест-экстерм. Это самый экстремальный коврик с R-Value 6.9. То есть, он должен выдерживать, давать тебе не замерзнуть, даже при минусовых температурах на улице. Поэтому, я думаю, если на этой неделе он придет, то, может быть, на выходной съезжу, вот, куда я хотел, на озеро там, с ночевочкой, и вот с этой палатки с новым ковриком затестирую, так скажем. Ну, собственно, если у вас еще какие-то вопросы по палаточке там будут, то не стесняйтесь их задавать, писать, делитесь своими мнениями, присылайте свои кейсы, как вы решаете проблему легкоходства. Мне тоже это интересно. Так же, как Иван, раз вы смотрите подобные видосы. Я уверен, что есть более дешевые аналоги, аналогичные, может быть, по легкости. Ну, не настолько экстремальные, как вот данная палатка, например. Но все равно есть варианты. Моя цель, вот, как можно меньше вещей, взять только самое-самое необходимое, чтобы ничего лишнего. Поэтому хочется как-то вот, чтобы это было все качественно и комфортно, уютно. Мне еще вот этот цвет очень нравится. Такой ядовитый, ядовитый такой зеленый, классный вообще. Ну-ка, давайте сейчас ракурсменю. То есть здоровый, здоровый тамбур, да, реально можно уместить с одной стороны все вещи, и как бы они мешаться не будут. И здесь кухню готовить. Даже если будет сильнейший дождь лить, то сюда вообще ничего не попадет. Вообще идеальный вариант. Вот еще с этой стороны тамбур давайте покажу, раз уж делаем такой небольшой обзорчик. И данные палатки. Замочки открываются, тоже все отлично, на ура. Смотрите, вот здесь, не знаю, видно ли вам, не видно. И тут что-то немножко надо, видать, я что-то плохо подтянул, что немножко болтается. Но это не беда, это я первый раз в жизни ставил. О, тут уже какие-то жучки ползают с внутренней стороны. Ну-ка, пошли отсюда. Так. Так же, вот эти два тамбура можно открыть полностью, и палатка будет отлично продуваться. Прям вот, если летом, что когда жарко будет. Еще мне, ребята, ничего нравится, какой вот нюанс у этой палатки. То, что она довольно-таки светлая, и когда утром, скажем, будет солнце, ты будешь тоже видеть свет, то есть будет в палатке светло. Или, скажем, вечером, когда еще уже поздно, но еще не до конца темно, в палатке все равно еще будет светло, потому что она, ну, такая просвечивает. Это, на мой взгляд, для меня это классная фича. Потому что в темных палатках тебе придется включать фонарик или что, хотя на улице еще будет относительно светло, а здесь будет темно. Ну, это, опять же, для тех, кто долго спит, для тех это может показаться минусом. Потому что они, их, по них будут хотеть, люди будут хотеть спать, а будет солнце их будить и все такое. Я вообще, я ложусь рано спать и просыпаюсь очень рано. Для меня проснуться в 5 часов утра, это прям вот самое, самое нормальное. Поэтому я не боюсь того, что мне там по утру будет сильно жарко, или там мне будет мешать солнце спать. Для меня, наоборот, самое то. Я в 5 утра проснусь, уже начнет светать летом, если, и все будет зашибись. Не нужно уже будет пользоваться фонариком. Ладно, конечно, мы еще посмотрим на эту палатку, как действительно, как она будет в деле. Но я почему-то уверен, что в деле она проявит себя на ура. Ну, не будем зарекаться. Одно дело, сейчас я ее вот здесь, на поляне, возле дома собрал. Другое дело, где-нибудь, когда будет тут матрасик, уже куча барахла, все, посмотрим. Обязательно я еще, может быть, какие-то нюансы всплывут по этой палатке. Я вам с удовольствием о них и расскажу. Ну ладно, все, ребята, давайте на этом будем прощаться. С вами был я, Вилли, канал Мотохайкер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями в социальных сетях, чтобы помочь немножко каналу. Я знаю, что многим из вас это как бы до балды посмотрели и плюнули, и ушли дальше. Но есть люди, которые меня действительно смотрят давно и смотрят почти все мои видосы. Это их очень мало, их, можно сказать, по пальцам пересчитать. Вот я больше обращаюсь к этим ребятам. Ребята, ну не сочтите за труд, просто там где-нибудь репостнуть в социальных сетях мой видос. Ладно, ребята, все, всем спасибо, до свидания, увидимся в следующем видео.